Здравствуйте, меня зовут Елизавета и с вами Домашняя Игротека. Сегодня мы с вами научимся играть в игру Чепуха. Сейчас я вам расскажу правила этой игры. Для игры нам понадобится ручка и листочек. И компания в несколько человек. Чем больше человек, тем лучше. Листочек нам надо будет складывать, но прежде чем его сложить, мы должны написать вопросы, на которые вы будете отвечать по очереди, передавая друг другу листочек. Итак, первый вопрос. Кто? И заворачиваем листочек. Дальше вопрос. С кем? Заворачиваем листочек. Следующий вопрос. Где? Снова заворачиваем. Вопрос. Когда? Заворачиваем. Что делали? Заворачиваем. Следующий вопрос. Что им сказали? Заворачиваем. И последний вопрос. Чем все закончилось? У вас может быть больше вопросов, чем я написала. В любом случае, мы разворачиваем нашу заготовку. Это был всего лишь набросок. Для того, чтобы вам было удобнее. Итак, первый игрок начинает отвечать на вопрос «Кто?». Игра на вашу фантазию. Вы не должны знать, кто что написал. Итак, первый игрок отвечает на вопрос «Кто?». Допустим, я первый игрок, и я отвечаю на вопрос именем существительным. Я отвечаю «Кто?». Я отвечаю «Кто?». Собака. Я написала и заворачиваю так, чтобы следующий игрок не видел. И передаю листочек дальше, по кругу. Вас может играть от двух человек. Это не принципиально важно. «С кем?». Я отвечаю «С Дедом Морозом». И также заворачиваю листочек. «Кто?». Где?». Я отвечаю «Во Франции». Это уже следующий игрок. И заворачивает. Вас может играть бесконечное количество. Главное, придумайте на всех вопросах. «Когда?». «Очень давно?». И передаю листочек следующему игроку. Что делали? Вы же не знаете, что писали предыдущие игроки? Допустим, они катались на коньках. Заворачиваю листочек и передаю следующему игроку. Что им сказали? Им сказали «Бегите!». Заворачиваю и передаю к раннему игроку. Чем все закончилось? Все ели мороженое. Итак, крайний игрок написал свою фразу. И все разворачивают. И зачитывают историю, которая у нас получилась. Итак, наша история. Наша чепуха. Как раз поэтому игра так и называется. Собака с Дедом Морозом во Франции очень давно катались на коньках. Им сказали «Бегите!» и все ели мороженое. Вот такая история у нас получилась. Вы можете абсолютно любые фразы использовать, абсолютно любых персонажей, абсолютно любые действия. Все зависит от вашей фантазии. Вот в такую игру мы с вами сегодня научились играть. Играйте сами, играйте с родителями и до новых встреч!